Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить убийство в Вальштадте, кастомную историю камнезии, короче говоря. Я в нее не играл пару дней, и сейчас будем вспоминать. Там внизу у нас водичка, насколько я помню, мы приделали вот эту лестницу, забрались сюда, и на этом, в принципе, прекратили предыдущую серию, потому что кирпичей там уже было предостаточно, и просто уже все, все уже было. Так, что мы имеем? Киянка? Или нет, это что? Деревянная киянка, судя по всему. Зачем нам она? Подожди. Не обжечься. Так, давайте смотреть, зачем вообще мы сюда пришли. Нам, похоже, придется обратно туда спускаться, это меня печалит. Так, подожди, открывайся давай. Для чего я вообще сюда пришел? Тут же ничего нет. Для чего я приделывал лестницу? Трубы эти. Вообще, зачем я таскаю с собой две трубы? Так, ладно. Похоже, придется спускаться, и я, честно говоря, даже не знаю, что тогда делать. Хорошее начало серии, надо отметить. Идти некуда. Идти совершенно некуда. И это печально. Зачем вообще? Зачем нужно было куда-то подниматься, если... Ладно. Разберемся. Так, водяной бабайка здесь, нет? Вроде как не слышно. Вообще тишина просто. Вроде как тихо, да? У меня нет топлива? Да, у меня нет топлива, это печально. Не совсем понимаю, что мне тогда делать, если у меня ничего нет, и там наверху ничего не было, что самое главное. Как-то серия началась довольно-таки странно. Мне вообще непонятно последовательность здесь, и зачем нужно было пришпандорить туда эту лестницу, если в итоге это нам ничего не дает абсолютно. То есть мы туда забрались, но увидели, там вообще ничего нет, да? То есть киянка, это она деревянная, да и в принципе все. Может я тут чего не взял? Скажем. Да блин, и тут ничего нет. Так. Отличное начало, Артур. Отличное. Это что, нет отражения? Давайте возьмем с собой руку. С рукой не страшно, верно? Вообще как-то непонятно все это. Что делать? У-у-у-у. Я не знаю, может быть я как-то загрузился и что-то... О, жопа над водой. Загрузился, ты может как-нибудь скрипты там сбил, я не знаю. Это все-таки модификация, непрофессиональная работа надо. Не нужно забывать об этом. Поэтому может быть у нас что-то пошло не по плану. Ну ладно. Что нам это вообще дает все? Так, ну тут мы были. Может мне эту киянку как-то с собой куда-то притащить нужно? Что такое вообще? Ничего не понятно. Меня многие упрекают за то, что как правило я чуть что непонятно, так сразу начинаю думать на то, что я какой-то баг славил. Ну блин, просто я столько багов при прохождении ловлю, что... Это не удивительно. Если бы вы видели все те проблемы, с которыми мне приходится сталкиваться во время записи, это... Вы бы меня в общем поняли. Поэтому вот сейчас у меня ощущение, что... Что-то непонятное происходит. Так, ну ладно, давайте поднимемся еще раз сюда. И если нет, то я даже не знаю, придется пока вырубать запись, да разбираться куда дальше идти, чтобы вас не утомлять. Предыдущая серия, я помню, была очень такой бугуртной. То есть я там вообще не понимал, что происходит. Может тут опять что-нибудь под потолком спрятано? Тут ничего нет. Может быть этот рычаг можно поставить... В дверь какую-то? Хрен знает. Давайте я пока выключу запись, схожу с ним, попробую его туда воткнуть, на дверь, через которую мы вошли. Ну, я не знаю уже просто. Да, она вставилась прямо сюда, и теперь мы, видимо, выходим. Ну, это было не очень очевидно, но ладно. Зачем мы возвращаемся, я тоже не совсем понимаю. Мне бы, конечно, чуть-чуть посветлее, чтобы все было. Это было бы вообще просто прелестно. Ну, ладно, мы выходим в коллекторе. Я, честно говоря, вообще не помню, а что там в коллекторе? А, там в коллекторе были еще двери, да-да-да. Судя по звукам, тут кто-то ходит. Ну, то есть по музыке. Что-то мне уже стрёмненько стало. Так, хорошо. Куда идти тогда? Ух, блин. Чего-то я все забыл. Тут я был вообще, нет? Тот дверь не открывается. Это мы не можем использовать. Это мы не можем использовать. Это мы не можем использовать. Что нам это все дает? Печальненько, я не знаю, что делать. В такие моменты как-то вся атмосфера ужаса куда-то уходит в неизвестном направлении. Ой, блин, я что-то опять застрял. Ну, что ж такое? Что за начало серии? Подожди, может тут какой-нибудь... А, вот, смотри. А, нет. Зато нашел денежки. Тихо. Блин, да бери ты давай. Давай, давай. Все, взял. Так, ну... Сюда, похоже, ничего пришпандорить-то не получится. Эта дверь тоже не открывается. Ладно, давайте последовательно будем. Еще одна серия, короче говоря, в которой просто нужно понять, что тут делать. Так, сядем тогда поудобнее. Включим немножко мозги. Тут у нас ничего в этом коридоре. Тут у нас еще одна закрытая дверь. У нас две закрытые двери в данном помещении. И, в принципе, больше-то тут ничего и нет. Так, ну и сейчас мы возвращаемся туда, собственно, откуда пришли. Что нам это все дало, я пока не понимаю. Так, ну в такие моменты, это как, помните, этот... СЦП... СПЦ, как она? Подожди. А, подожди. Когда там просто ходишь-ходишь и ждешь, когда он у тебя что-то выскочит. Так, ну вот тут... Тут я только что был, да? Да, теперь тут дверь закрыта. Ну да неважно, тут я был, тут я вроде как все сделал, что мог. Направо там, судя по всему, еще куда-то ведет. Вот тут вот я был, нет? Так, ладно, Артур, соберись. Что-то ты сегодня улажаешь. Трубы. Трутницы. Но у меня все равно их нет. Я уже все потратил. Ну отсюда же я пришел. Вот отсюда я упал. Да что ж такое? Что за день? Короче говоря, опять же, врубаю запись. Я не хочу, чтобы вам стало скучно, поэтому буду разбираться без вас. Так, я прошел до конца коридора. И подождите, вот тут вот я был, нет? Да и тут я был, по-моему, да? Да, я тут везде был. Продолжаем. Короче, применилась сюда вторая труба. Первая не применялась, применилась вторая. Это, по-моему, странно. Ну ладно. Я вообще маленько не понимаю уже логику этой игры. Но главное, что мы выбрались. Полезли. По канату мы, по-моему, в оригинальной части не лазали, поэтому... Ладно. Что-то новенькое. Уф, что-то какое-то начало. Я, честно говоря, просто, блин, не втыкал, что делать. О, небо. Круто. Улица. Наконец-то мы на улице. На улице не так страшно, да? Больштадт. Наверняка нас не выпустят. Я не могу сейчас покинуть это место. Жестокости, которые здесь происходят, должны быть встал. Ты что, дурак, что ли, совсем? Болить отсюда надо просто. Я бы после того, что тут увил, я бы натурально посидел и стал бы пускать слюну. С бессмысленным видом. Ну, то есть крыша поехала бы. Он у нас отважный, получается. Да бери ты, ел и павы. Так, кустики. Кустики у нас сделаны на манер. Игр с PlayStation 1. То есть две текстуры крест-накрест. Ну, да ладно. Для мода это, простите. Более того, для мода хоть какая-то отсебятина, она всегда похвальна. Вот когда пользуются исключительно ресурсами игры, это уже становится печально. Ух ты, красиво. Ножик. У меня уже есть один ножик. Теперь у меня два ножика. Я прям как в скариме. Ладно. Что-то как-то светло, да, согласитесь? Давайте-ка мы гамму убавим. Вроде как я гамму сделал более-менее нормальной, но что-то совсем кошмар. Вот так. Ну вот уже получше. Тем более еще YouTube затемнит. Я думаю, в полумраке все-таки должно быть темно. Так, ладно. Что мы имеем? Сейчас, скорее всего, полезут какие-то твари, поэтому мы сначала откроем шкаф. Возьмем деньги. Как они тут не поплавились. Так, урну сюда. Ну, стандартные такие действия вандала. И, похоже... Так, у нас тут ничего нет. Нет. Похоже, давайте по лестнице подниматься. Куда мы вообще поднимаемся-то у нас? Ой, тихо. Нет, ничего нет. Спокойно. Тихо. Что-то как-то... Опять все закрыто. Что ж такое? Так. Что за серия? Где весь ужас? Куда он делся? Почему мне приходится решать пазлы? Я никогда не был особо силен в этом. Так. Ну, тут у нас, значит, две двери закрытые. И, в принципе, мы с ними сделать ничего, похоже, не можем. Ладно. Давайте осматриваться дальше. В этой стороне еще, возможно, мы что-то не досмотрели. Тут у нас обвал небольшой. Там ничего вроде в углу нету. Так, сюда еще можно неплохо спрятаться от всяких бабаек. Но что-то мне сдается, что в таком большом помещении никого не будет. Хотя, как знать, как знать. Блин, ну что такое? Куда идти? Или я опять что-то прощел? Кошка, мать твою! Сейчас кошка убьет меня просто. Так, в этой... Ничего нет. Возможно, в тебе что-то спрятано. Да вроде как нет. Что за день? Что за серия? Уф, короче говоря. Давайте искать. Давайте искать. Так, блин, где ВАЗа? Возможно, тут что-то микроскопическое лежит. Нет. И в самой ВАЗе ничего нет. Уф, короче говоря. Опять выключаем запись. Я не знаю, что с этой серии сегодня. Как-то, может, я что-то неправильно втыкаю. Но как бы там ни было, я ничего сегодня не могу сделать. Беспомощный какой-то. Ладно, увидимся, как что получится. И вот, что я тут обнаружил. Видимо, это все-таки у меня что-то с невнимательностью. С овнимательностью, вернее. А тут у нас колонна такая стоит. Ее, если это такая же колонна, как в оригинальной Амнезии, ее можно уронить. Причем на себя. Ладно, хоть не убился. Так, ну и ладно, куда-то мы прошли. Мне бы, конечно, не помешало, блин, маленькое масло, трудниц, всего такого. Так, еще одна закрытая дверь. Супер! Кругом закрытые двери. Так, неужто мы попадем к Боре? Это было бы прекрасно, по-моему. Боренька, это ты? Или наши заключения продолжаются? У нас заключения продолжаются. Так, тут у нас... Офигеть! А тут что? Тут закрыто. Ненавижу закрытые двери. Так, ну, тут меньше света. Пожалуй, я лучше сюда пойду тогда. Тут, по крайней мере, более освещено. Так. Закрыли дверцу. У-у-у, офигеть! Да что ж такое? Что-то мне не нравится, что эти лампочки... Ой, лампочки, свечки задуло ветром. Давайте-ка нафиг выходить обратно. А то у меня сейчас уже крыша поедет. Дверь! Почему дверь так туго открывалась? Что с дверью стало? Как это она? Давайте припрем! Ах, хорошо! Если там был бабайка, то пусть помучается с дверью. Уф, так. А что, давно никаких пугалок не было, да? Вот сейчас, если что-нибудь произойдет, это будет вдвойне страшно. Потому что я не подготовлен. Когда они идут чередой, как-то уже привыкаешь маленько. А сейчас, когда расслабил батоны, это будет особенно печально. Супер! Пустые ящики. Закрытые двери. Эта серия определенно меня радует. Ладно. По крайней мере, здесь есть куда прятаться. Оставим дверь открытой. Если что, побежим сюда. Ох, сколько тут коридоров. Это натурально, блин. Какой-то лабиринт. Так. Лестница наверх. Офигеть. Все двери закрыты. Да шо ж такое. Ой. Ох. Ох. Где? Так. Это... Это что это было? Ох, блин. Так. Что мне с мозгами? Легкая, главная боль. Пока нормально. Ну-ка послушаем. Вроде спокойно. Кто там был вообще? Ой, блин. Тихо. Давай. Ты наверняка сюда идешь. Блин, я не хочу туда идти. Ну ладно. Фу. Так. Спокойно. Только спокойно. Спокойствие. Только спокойствие. Хе-хе-хе. Ничего, слабак? Где ты? Понял. Понял. Так. Мама. Вроди меня обратно. Блин. Че тут так много всего? Я путаюсь. Закрыто. Заперто. Так. Ладно. Давайте тогда тут осматриваться. Это место мне напоминает игру Clive Barker Undying. Очень старая, очень страшная игра. Я игру вообще не помню, но помню, что там вначале вот такой вот был зал огромный. Ну и напоминает, конечно, фойе из особняка в первом Resident Evil. Так, ладно. Двери все закрыты. Если он начнет выламываться, я об этом узнаю. И смогу куда-нибудь спрятаться, наверное. Так, хорошо. Вот отсюда мы пришли. Давайте по часовой стрелке все исследовать. Что у нас здесь? Здесь у нас закрыто. Супер. В принципе, чем больше дверей закрытых, тем, по-моему, лучше. Жареные чернила. Супер. Опять закрыто. Ну, блин. Это мне напоминает Silent Hill просто. Там такие приколы, что постоянно ходишь и все время все двери заперты. Одна-две там из десятка открываются, остальные просто вообще для мебели, как говорится. Добрый день. Ты мне угрожаешь? Я великий кукуруза. Если кому-то это что-то напомнило. Комната. Обучение. Закрыто. Почему я не удивлен? Пишет. Он. Я, в принципе, тоже. Возможно, я смогу сковырнуть ножком. Пока тут давайте попробуем. Потому что потом придется, если что, бродить как минимум полчаса, чтобы разобраться, куда идти. Так, этот ножик не подошел. Этот ножик не подошел. Вообще у меня два кинжала. Причем, блин, опасных таких, больших кинжала. Я бы тут натурально устроил резню. Но наш герой, видимо, не так хорош в этом. Ладно. Короче говоря, здесь ничего особо нет. Давайте двигаться дальше. Вон где-то вон там, да? Тихо, тихо, тихо. Блин, братюнь, ты где? Может, он туда ушел? Но тот ход, я так понимаю, тоже сюда ведет, да? Ух, ладно. А в этой серии по большей части невыпрыгивающими бум моментами пугает. Просто так, он похож сюда приближается. Просто давящее такое ощущение тревоги постоянной. Тоже по-своему хорошо. Именно на этом построено Стефано. Именно на этом построено, скажем, вот СЦП. Частная комната, личная комната Йохана. Она закрыта. Ключ должен быть хорошо спрятан. Супер! Итого мы имеем комнату обучения, которую хрен знает, как открывать. Комнату Йохана. Ключ до которой тоже нужно найти. И, судя по всему, это будет не самая простая задача. Сейчас нам, похоже, нужно выходить отсюда. Тут нет ключа. Это что? Это ничего. Так, ну, блин, я не хочу обратно туда идти, честно говоря. Давайте еще раз осмотримся. Неужели тут ничего больше нет? Ладно. Не слышно ничего. Да, ну, как я и говорил, это просто замыкается с двух сторон коридор. Так, тихо, тихо, тихо. Ну, вроде как он ушел, да? Не знаю, я бы, конечно, не был на сто процентов уверен, но пока что такое еще не так. Эта дверь закрыта. Эта дверь открыта? Ой, блядь! Твою мать! Бабайка, ты за углом, да? Не боюсь! Уф. Так. Куда тут прятаться, если что? Некуда? Так, дверь не до конца закрылась, это плохо. Вот все, вот так. Так, ключ должно быть хорошо спрятан. Тут его нет. Тут его нет. Тут нет. Я бы увидел, если бы он тут был, короче говоря. Бабайка! Ладно. Не будем его отвлекать. Так, хорошо. Что мы вообще тут имеем? Может, тут где-нибудь ключ спрятан под ними? Да нет, навряд ли. Это было бы слишком неочевидно. Хотя, как знать, ключ все-таки спрятан. Так, ладно. А что, еще одна пустая комната? Да плохо. На стулех точно ничего нет? Да нет, вроде как. Зачем вообще сюда приходил? Кушать не дают. Дать на стол, как свинья. Да нет, вот нифига. Нифига нет. Похоже, надо выходить отсюда. Это печально. Я думал, хоть тут мы что-то найдем. Или, может, мы таким образом врубаем какую-то последовательность действий. Скажем, теперь вот эта дверь, может, открылась. И вот это. Нет, нам, похоже, во второе крыло надо идти теперь. И это печально. Блин, дверь какая-то неподдающаяся стала. Ну ладно. Там, в принципе, все равно ничего нет. Там туннель в конце завал. Ладно. Так, эта дверь у нас закрыта. За этой дверью у нас второе крыло данного замка. Что-то у нас по времени. Еще минуток пять можно поиграть. Так, хорошо. Ой-ой-ой. Ты сюда идешь? Вроде как нет. Ой, как мне стрёмно. Я не знаю, если вы смотрите это днем, вам, наверное, меня не понять, особенно если вы не в наушниках. Но тут натурально поджилки трясутся. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Шкафы. Шкафы-то, конечно, хорошо. Оставим один открытым. Так, ну что, вроде успокоилась. Уф, короче говоря, тут у нас две двери. Одна закрыта. И вторая, соответственно, закрыта. Почему я не удивлен? Ладно. Может быть, картину можно? Нет. Остается идти только туда, где была эта тварь. И это, по-моему, не очень хорошо. Это что такое? Какой смысл в этом помещении? Ладно, будем считать, что это склад. Блин, как много всего! Я же сейчас запутаюсь. Там лестница наверх ведет. Тут у нас очередной тупик. Ой, это, по-моему, прекрасно, когда столько дверей все закрыты. У меня просто уже такая каша в голове. Где открыто было, где закрыто. Уф, размяк я. Размяк с этими всякими дебильными японскими хоррорами. Меня вообще японские хорроры особо не пугали. Та же сирена этому подтверждению. Там таких моментов, чтобы реально страшно, вообще не было. То есть, ощущение тревоги постоянной было. Вот, чтобы прям там не было такого. Так, но здесь, по крайней мере, светло. Уу, супер. Так, открываем. Почему-то не открываешься. Ууу, блядь. Ухаре. Ууу, меня тут нет. нет. Так. Уходи. Ему некуда уходить, потому что дверь закрыта. И у нее нет причины ее выламывать. Он так и будет тут тусовать, пока меня не убьют. А, он вынес дверь. Уф, ладно. Давайте-ка, ребята, мы на этом завершим эту серию. Пока что я в безопасности. Надо сказать, что как-то градус такого хоррора, кошмара поубавился в последних частях. Здесь больше ориентирование по местности, решение головоломка. Но все равно, согласитесь, все равно доодуре страшно. Это, по-моему, прекрасно. Я очень соскучился по амнезии, и это натурально так. Очень, короче говоря, хорошо. В принципе, на этом все. Увидимся завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok